Приветствую вас, и замечательно, что говоря о измене мужа, вы не спрашиваете нас о том, как простить его. Вы не спрашиваете нас, как избавиться от обиды, вы говорите, что поставили себе цель найти мужчину, если встретите другого мужчину, то уйдете от мужа, и у вас обидно за то, что он не хочет второго ребенка, причем вы уже на данный момент сами не хотите от него рожать, но обида осталась, и обида связана с тем, что мужчина просто-напросто не хотел дать вам то, что вы от него начали получить, и плюс еще он вам изменил. Значит, в этом случае вы спрашиваете нас, даже не спрашиваете, а просто говорите, не можете решить, как жить дальше. То есть вы спрашиваете нас, как вам дальше жить, какое решение принять относительно своей дальнейшей жизни. К сожалению, мы не можем за вас решить, как вам поступать. Это было бы неправильно и неэтично. А мы не можем сказать, вот, вы знаете, вот, ваш мужчина, он очень плохой, вы действительно правильно сделали, что от него собираются уйти, и уходите, и другой мужчина вас оценит подостойку, и так далее. Вам нужно самой к этому прийти. Вот вы поставили цель, хорошо, цель поставили. Чем эта цель обусловлена? Тем, что ваш муж вам изменил. Почему ваш муж вам изменил? И что это для вас означает? Ну вот это означает предательство. Хорошо. Давайте поговорим с вами про предательство. Значит, предательство, оно раскрывается через два основных момента. Момент внутренний и момент внешний. Если мужчина вас, в принципе, до измены любил, если мужчина к вам ранее относился уже хорошо, ценил вас и нечаял вас в душе, но несмотря на наличие определенных проблем, которые, в принципе, есть у всех, у каждой пары, то можно говорить о том, что его измена, она произошла по его не только по желанию, а скорее по временному помутнению разума и по соблатну. И, как сказал вам коллега, это действительно слабость. Это ошибка мужа. Но это не только ошибка, это еще и переживание мужчины. То есть мужчина вам изменил, он понял, что ли такое изменяет, и либо вы для него стали еще дороже, либо нет. Либо он понял, что, почему-то, вас ничего не связывает. И не очень понятно из вашего текста сообщения, сожалеет ли он сам о том, что сделал. Если сожалеет, если ранее у вас с ним все было хорошо, то тогда нужно человеку дать второй шанс, тем более, если и раньше такого не было. Дать второй шанс, почему? Потому что для мужчины это измена, это средство для размития, это средство для личностного роста. Как бы это больно, неприятно не звучало, но это так. И, возможно, именно она покажет ему, насколько вы для него важны. А может быть, и не богат. Нужно еще раз внимательно посмотреть, как ваш мужчина сам к этому относится. Во-первых, как вы узнали. Во-вторых, как он сам это преподнес, да он говорил, и так далее. Если вы видите, что человек сожалеет, очень переживает, искренне просто воспрощение, искренне раскаивается, то при вашей любви, в целом, если вы его любите, если вы хотите быть с ним, дайте ему второй шанс. Но этот второй шанс, он невозможен, он не имеет смысла, если вы не проговорите вместе с мужчиной все, что произошло. То есть, вы напоминаете ему, почему? Потому что вас это унижило, вас это оскорбило. Это понятно. Но вы ему напоминаетесь еще и потому, и не можете простить, потому что вам не совсем понятно, почему мужчина так выступил. Что им двигало, что заставило его вам ихменить. Этого вы точно понять не можете, наверное. Вот об этом вам нужно разговаривать. Это больная тема, но не нужно просто напоминать. Напоминание, это, понятно, это ваша обида. И вам свою обиду тоже нужно проговорить. Свою обиду вам нужно мужчине выразить. И вот если вы этого не сделаете, то дальнейшие отношения между вами, даже при желании дать второй шанс, невозможно. О чем стоит их разговаривать? В первую очередь, про изменения, конечно же. Проговорить нужно мужчине, что он хотел, что он естественно им двигало, когда он изменял вам, чтобы вы лучше поняли его мотивы. Чем лучше человеку вы поймете, тем лучше, быстрее осознаете, что дело не в вас, а дело в том, что мужчина хотел что-то получить, что-то, что он не получал от вас, что-то, что у него не было с вами. Если вы это поймете, можете мужчине это дать и измену больше не повториться. При наличии, при наличии и, конечно же, раскаяния с его стороны. Если у вас есть обиды, а они у вас есть, их тоже нужно мужчине выразить. То есть высказать все, что у вас есть на душе. Сказать ему, ну вот как так, я для тебя, например, все делаю, я для тебя старался, а ты вот не изменил. Как так? И вообще, вам нужно все это высказать, не держать в себе. После того, как вы опа, выскажетесь, какое-то время нужно побыть отдельно друг от друга, вообще для себя решить. Можете, например, вы принять мужчину мужчину, сможете вы именно отпустить ситуацию, понять причины, как-то поменять свое поведение, свое отношение к мужчинам, чтобы быть уверенным в том, что такого больше не произойдет или нет. ну, а мужчине тоже нужно может быть еще немножечко для себя осознать, что же он не творит. Все это имеет смысл, если человек раскаивается. Если человек не раскаивается, то получается, что у него не было внутреннего барьера. Не было у него внутреннего аспекта, а был аспект только внешний. И этот внешний аспект преследования своих интересов. мужчина хотел только одного, защищать то, что ему интересно, претерывать свои цели и удовлетворять свои желания. Ему не особо важно с вами или с каким-то другим, главное, чтобы это было. И в этом случае такого человека прощать и не стоит. В этом случае такого мужчину не стоит давать второго шанса, потому что он все равно им не воспользуется и рано или поздно вам все равно изменит. Здесь нужно понять, что его измена это не оскорбление вам, это проявление интереса мужчины. И это означает, что вы прекрасны, вы уникальны по-своему, вы красивы и привлекательны, но мужчине просто нужно что-то свое. И на вас он не ориентируется если это так, а какой-то из двух примеров ближе вам, вот на это и стоит ориентироваться. Подвертся, в первом примере нужно давать второй шанс и от мужчины пока не уходить, стараться с ним наладить отношения. Для этого нужно вывести их на новый уровень, на новый уровень доверия и понимания между вами. В определенном случае ничего не получит, ну хотя бы попробовать это делать. А в втором случае совершенно определенно не нужно даже тратить время на мужчину, а прям сразу думать о том, что он для вас временный партнер и как только вы найдете какого-то другого мужчину, вы тоже от него уйдете. Будет лучше, если вы не будете уходить от одного мужчины к другому, а уйдете от своего мужа, разведетесь с ним и потом уже вкусив свободу, самостоятельность, независимость, привлекательность, вы уже будете строить свои отношения на новых основах, на других идеалов и так далее. У вас тот же опознает тем, что есть ребенок и про ребенка я могу сказать только то, что мужчина обязан уплачивать армит за своего ребенка и вам не нужно беспокоить о том, что вы не сможете ребенка воспитывать. не надо сохранять семью ради детей, это им только навредит. В данном случае вашему ребенку это только навредит. Следующий важный момент это то, что у вас обида за нежелание мужа заводить еще одного ребенка. Тут точно понимаете обида это не понимание мотивов человека. Вам нужно если вы хотите этот момент закрыть, если вы хотите отношения с мужем вывести на новый уровень, вам это точно нужно проговорить. То есть выведите него, почему он так не хочет второго ребенка. Чего он боится, чего он опасается. Может быть сомневается в том, что сможет обеспечить двух детей. Может быть и шесток. Это при первом варианте. При втором варианте, когда мужчина не раскаивается в том, сделал, его не связывает с вами ничего. То есть он не хотел второго ребенка, потому что это бы привязало его к вам сильнее, а ему это не нужно, ему это не нравится, он этого не хочет. То есть тут все понятно. Итак, здесь вам нужно принять просто то, что человек преследовал свои интересы и вас изначально он к своим интересам к сожалению не относил. То есть да, на какое-то время ему с вами было удобно, но это лишь только на какое-то время, а потом после этого он понял, что его интересы шире вас, они выходят за границы как бы ваших отношений с ним и мучений, но на что-то новое. То есть вам, чтобы избавиться от обиды на Музе, нужно понять причины его поведения. Как только у вас выстроится четкое подпонимание, четкая структура того, чего мужчина хочет, к чему мужчина стремится, обиды пройдут и появится собственно говоря просто-напросто понимание, которое не совместимо с обидой. Обида это эффект, аффект точнее, прощение обида это аффект, аффективное чувственное переживание, иначе говоря фрустрация, а работа над именно познавательным моментом, познавательной стороной уберет это аффективное переживание и позволит вам увидеть причинно-следственную связь, что и исключит обиду. Все обиды они от непонимания, от непонимания того, почему человек поступает так или иначе, и от невозможности реализовать какие-то свои желания. Ну, например, вы хотели второго ребенка, мужчина не любит. Вы обижаетесь на него за то, что он не захотел второго ребенка. Но, почему, если человеку вы любите, ну, априори, да, иначе, человек любит, почему вы не уважаете его желания? И если вы настолько обижаетесь на него, сильно до обида осталась у вас даже сейчас, то наш второй ребенок вам для чего-то был нужен. И вот давайте подумаем, а для чего вам нужен был второй ребенок? Какие ваши желания ему было создено удовлетворить? И почему эти ваши желания вы пытаетесь удовлетворить именно с помощью ребенка, а не с помощью чего-либо другого? я надеюсь вы понимаете что обиды от обид избавляются через работу в двух направлениях. Первое направление это понимание поведения и причин поступков того, кто нас обидел. Второе это работа собственными желаниями и направление этих желаний не на другого человека, а непосредственно на наши цели на наши объекты, которые мы хотим, чтобы не быть зависимым от других людей. Ребенок это тоже человек и значит через него вы также пытались удовлетворить какие-то свои желания. Как именно нужно понять вам и их удовлетворить. Ребенок это не средство, ребенок это все-таки самоцель. Судя по тому как вы реагируете на нежелание мужчины заводить второго ребенка, я решуну предположить, что ребенок для вас это средство. И вот для чего средство нужно решить? Чтобы этого добиться, чтобы у вас была гармония, и когда вы эту гармонию обретете, уже спокойно, независимо и произвольно подумать, нужен вам ребенок второй или нет. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.